Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем молиться о той природе, которую дьявол использует, чтобы руки человеческие сотворили и сами же этому поклонялись. И сегодня мы прочитаем два стиха, чтобы был понятен смысл. Он рубит себе кедры, берет сосной дуб, который выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь взращивает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб, и из того же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола, и повергается перед ним. Вот что происходит в неразумии человека, когда он отвергает Бога, настоящего и живого. Господь, прости за то, что руки человеческие творили богов себе и поклонялись им. В разные исторические периоды это было по-разному, но ты знаешь, что на самом деле стоит за всем этим, потому что те, кто поклоняется идолам, поклоняются бесовской природе, и тогда приходит разрушение в общество. И поэтому сохрани нас, Господь, от влияния бесов, сохрани от влияния демонических структур, которые приходят через это поклонение. И поэтому благослови увидеть, где это сделано, каким образом это сегодня выведено на пьедестал, потому что ты сказал не просто не поклоняться иным богам, ты еще сказал не сотвори кумира, и поэтому пусть все кумиры будут сняты с пьедесталов, а твое имя будет превознесено над всеми обстоятельствами и ситуациями в жизни нашей. И я верю, что кардинальные перемены в это общество, они приходят, потому что когда ты приходишь, то ты приходишь на своих условиях. У тебя есть, что предложить этому человечеству в наши дни. И дай, Господь, нашей стране это услышать, принять от тебя и отказаться от всего разрушительного, от всего, что может приносить с собой природу демонических структур в действие. Но мы молимся к тебе и говорим, а твой ветер перемен мы приглашаем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. Продолжаем молиться. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok